Извините, долго не выкладывал ничего. Прибавилось много хлопот. Купил себе новый дом. Сейчас покажу. Продолжение следует. Продолжение следует. Вечером встану на якоре и покажу лодку. Вот так мы выглядим со стороны. Жаль мне вам не показать ее в работе. С 50 квадратами парусов и креном градусов. Я сейчас встал на якоре напротив этой марины. Заходишь сюда на каяки, выпиваешь за 45 русских денег кофе. Узнаешь в ресторане пару лет Wi-Fi. И потом ночью пытаешься загрузить видео. Ребята, нужна помощь с названием. Сейчас мы называемся вот так. У меня есть пожелание при регистрации. Если получится, я это буду делать в Далавере. Очень дешево и года на три хватает. Нужно что-нибудь на английском, но с русским духом, чтобы без флага было понятно, кто везет. Вот там на якоре стоит мой приятель. Парень из штатов по имени Майк. Мы с ним примерно в одно время искали лодки. Когда я взял свою, пригласил его обмыть. Посидели в компании, он приехал с бутылкой шикарного рома. В тот момент я ему пообещал, что когда он возьмет свою, мы с ним были не конкуренты. Он искал лодку не за 10 тысяч, а за 50. В общем, я пообещал, что приеду на его лодку в гости с русским салатом. Сегодня он ко мне заехал, пригласил. Мы с ним договорились, что через пару дней я приду к нему в гости с обещанным. Поэтому сегодня во время шопинга я набрал местный вкусняш. И вместо того, чтобы заниматься лодкой, буду заниматься кукингом. Итак, горошек из штатов 80 рублей. Местные шампиньоны 150 рублей. Местные огурчики. Странный деликатес для местных, да. 12 яиц тоже где-то рублей 150 стоит. В общем, вечер пропал. В эфире Смарак. Мы в этом аре. На распашку все начали. Еще одно достоинство, когда стоишь на якоре. Комары не долетают. И бесплатно. Один мой приятель из Польши, тоже сейчас здесь, приехал покупать лодку. Тоже за другие деньги. Пару недель назад его тут ужарил вредный москит. Умучился неделю. Температура до 40 и нету. Еще одна просьба. Если кто-то в порыве страсти показаться оригинальным, спросит про, когда в трансатлантику пойдешь и прочее. Парни, если есть лишний ветряк, пара солнечных панелей, опреснитель, ветровой автопилот, раунд и штормовый оборот. Дайте погонять. Вы первыми узнаете, когда пойду. Черт и планы. Как ветер. Вы знали, для чего я сюда поехал? Дело хорошее, не трепаться, а делать. Один человек только догадывался. Она видела, какие я читаю книги, на каких си же форумах. Ну и вы теперь знаете, зачем я гонялся все лето на регатах. Отличная была команда, очень опытный экипаж. Спасибо парням за терпение. Избавьте от нелепых вопросов. Пожалуйста. Ночная экскурсия по яхте. Недавно поставил новый свет. Шикарная теперь видимость на баке. Здесь и акранная площадка. Старичок Дэнфорд. 70 метров цепи. Отличная лебедка. Секуар сейчас на дне. Вот там тамбуй. Тут полно работы, нужно красить. Здесь нужно укреплять ванты. Два люка. Здесь ночует каяк. Идем в кокпит. Брадер щит. Лебедки. Рундуки. Бак небольшой, 32 галлона. Здесь ручная помпа. Две электрических помпы в трюме. Усправно пашут. Юбка от каяка сохнет. Компас. Здесь автопилот. Здесь его панель управления. Сюда ставлю холост с карплотером. Средство добычи пресной воды. Здесь газ с соленоидом. Канистры там еще заболовано. Сюда подключаю береговое питание. В мариных почти не стою. Стиральная машина. Кабели берегового питания. У меня есть каяка. Здесь жилеты. Шесть штук. Один из них детский. Читать инструкцию. Внутри панель управления. Свет. Навигация. Новое радио с аисом. Тут ракеты. Сигнальный звук. Огнетушитель. Бинокли. Кинжал. Разумеется, изолента и ВД. Чашка. Свет. Итак, наследие. Здесь инструмент. Запасная цепь. С концом. Еще одна. Рында. Плавающий якорь. Опять инструмент. Тут электрика. Ключи. Болты-гайки. Нежки. Дельные вещи. Швейные дела. Там все для двигателя. Контроллер солнечной панели. В ясный день. Вампер 8 дает. Контроллер заряда сберегового питания. Свитчи батарей. Текущее напряжение. Инвертор. Стартовая батарея. Компрессор холодильника. Четыре батареи 6 вольтовой. Новые. Концы ремни. Там мой спасжилец. Беседка. Здесь запас дождевой воды. Здоровую бутыля. Пончо. Это не просто пончо. Это средство для сбора дождевой воды. Потом покажу. Так. Случился салат для ГНГ. Камбуз. Центральное место в каюте. Здесь тоже рундуки. Там в основном химия. Здесь бак для горячей воды. Не пошит надо ковыряться. Поэтому и два вентиля. Контроллер соленоида. Плита. С духовкой. Холодильник. С морозилкой. Лед. Фрукты. Надо прятать от фруктовых мышек. Тоже наследие. Угу. Здесь гардероб. Чтивр. Первый. Второй. Здесь носовая каюта. Обожаю мне спать. Это матрасы для большой постели. Этот столик опускается. И превращается в двуспальную кровать. Гальюн. Ванна. На яхте ванна. Бак с водой еще 200 литров. Все равно надо экономить. Теперь самое главное на парусной яхте. Двигатель. Старичок Перкинс. 50 лошадей. Здесь под крышкой головки блока. Подтекало масло. Снимал. Клал новый герметик. Здесь новый трупопровод. Обратно с топливного насоса идет. Подача в бак. Тек безбожно. Заменил на новый. Здесь переберу клемму. Повешу метки. Там обе помпы чистил недавно. Паша сейчас отлично. Когда холодно, немного капризничает. Трансмиссия свистит. Трансмиссия свистит. Парни. Обмойте его на воду. Трансмиссий свистит. Трансмиссий свистит. Трансмиссия свистит. Я спать У Киев У Киев У Киев О Вроде бы стоять У Киев 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если штилить, занимаюсь лодкой На ночь люблю оставаться там Тишина Шикарные горы Вода чистая Через неделю съезжу в Гондурас, чтобы продлить срок пребывания еще на 3 месяца Потом на Карибах начнется сезон ураганов Времени мало, успеть нужно многое Помнишь, что ждете видео в этом Али? Показать пока нечего 5 часов автостопа от границы до Риадульса Больше еще и не было нигде Весь первый месяц искал Марина, спасибо, очень помогла Она тут уже год готовит свою лодку Знает всех, испанские владеют За свои деньги посмотрел здесь 15 лодок Как искал, выбирал не всем интересно Когда уже определился, составили сервером To-Do-List 15 пунктов Сейчас в нем 67 Сделал только четверть Работы полно Начиная от корпуса и до интерьера Но Такелаж стоячий первостепенно Обязательно восстановить Друзья, спасибо, что прикрываете тылы мои в Питере Братишка родных, обними Прошу тебя по поводу названия ПТН ПНХ Не предлагай Я здесь живу Как появится возможность, приезжайте Походим тут Отдохнете Пожалуй, лучшее место для каяки На доке мешает при полном курсе Кто в гости приедет Парни, захватите маленький флаг расист Здоровый Нескромный и путается И тельник Я в деревне был Взял пару кокосов Призвал к себе Потом пришлось отбеливать Вместе с полосками Конец связи Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...